Зин, как думаешь, стоит связываться с новопоставщиком? Интересовался муж, глядя на распечатки цен новой компании. Подозрительно все это. С сомнением ответила женщина, глядя в экран монитор. Отпускные цены какие-то нереальные. Подождем, посмотрим, как бы не прогореть. Семья Куликовых, как и многие другие, в лихие 90-е годы прошлого столетия подалась в бизнес. Работа была, но платили мало, на жизнь не хватало. Решили открыть собственное дело. Тем более, что жена имела опыт работы в торговле. Профессия продавец, полученная в училище, особых знаний не дала. Зато имелись общие принципы работы с товаром, знания необходимых законов и правил, и это было солидным подспорьем. Со временем они, что называется, раскрутились. Открыли несколько торговых точек, затем организовали сеть продуктовых магазинов. Поднялись с самых низов наверх. Без Зинаиды всего этого попросту бы не было. Кроме полученной вовремя профессии, она обладала природной хваткой бизнесмена. Нутром чувствовала подвох, никогда не связывалась с подозрительными компаниями, поставляющими товары на реализацию. Василий оказался на вторых ролях. Но и его значение в семейном бизнесе нельзя было недооценивать. Прижимистый мужичок трясся над каждой копейкой. Любую прибыль пускал в оборот, стараясь приумножить капитал. — Слышь, Зин, Дашка с Петькой зовут на юбилей свадьбы. Пойдем? — Вот еще. Им же подарок покупать придется. — Перебьемся. Лучше дома посидим, дешевле выйдет. — Правильно. Я тоже так думаю. Эка невидаль, юбилей. По телефону поздравим. Со временем старые друзья от них отвернулись. Жадные муж с женой никому не были интересны. Знакомые перестали с ними общаться. Круг семейных интересов сузился. Супруги все время проводили, стараясь получить прибыль. Решали проблемы, которые сами же себе создавали. — Зинаида Петровна, возьмите заявление на увольнение. Зашла в офисный кабинет заведующая одного из магазинов. — С чего вдруг, Марина, ты решил нас покинуть? Недовольно вскинула голову хозяев. — Что случилось? — Сами прекрасно знаете. Такую зарплату получать стыдно. Мои подруги в других точках в два раза больше получают. — Ничего не знаю. Но раз так, то до свидания. Жестко ответила госпожа Куликова. — Ищи где лучше. Текучка кадров была большой. Люди не соглашались трудиться за копейки. Начинали воровать или просто уходили. Но поднять заработную плату персоналу супруги не желали. Их душила жадность. Совершенно другим человеком был их единственный сын. Вопреки расхожему мнению, что яблочко от яблоньки недалеко падает, Володя вырос честным, добрым и отзывчивым человеком. Постоянно заступался за слабых ребят. Защищал бездомных кошек и собак, за что подвергался насмешкам от родителей. Несмотря на скупость отца и матери, со временем у юноши сформировался отличный вкус. Он хорошо одевался, благо жадные до денег родители для него средств не жалели. Хотя ставили некоторые условия. Родители. Помните, я в средней школе ходил в художественную школу? Преподаватели говорили, что у меня талант. Хочу поступать в художественную академию. Что скажете? Выбрось из головы эту ерунду. Категорично ответила мать. Только экономический факультет университета. Я лучше знаю, что тебе пригодится во взрослой жизни. Было бы у меня такое образование, достигли бы большего, чем сейчас. Слушай маму, она плохого не пожелает. Вторил отец. Выучишься, станешь богатым человеком, будешь жить припеваючи. А потом Зинаида Петровна намекнула, что если будет своевольничать, то будет жить за свой счет, без помощи родителей. Поставленный в рамки жестких условий, парень поступил на экономист, хотя в душе ненавидел выбранную специальность. Втайне от родителей рисовал, а потом старательно прятал наброски, чтобы они не увидели. На третьем курсе предки словно сошли с ума. Им вдруг втемяшилось в голову, что Владимиру пора жениться. Мы уже и невесту тебе присмотрели, убеждала мать. Из хорошей семьи, такие же предприниматели, как мы с отцом. После этих слов 22-летнего юношу передернул. Похоже, мне всю жизнь придется вращаться в этой сфере. Сквозь зубы пробормотал он. Что ты там бормочешь? Говорю, хоть посмотреть для начала, может уродина какая-нибудь. Отец с матерью обрадовались такому повороту событий. Соглашается на смотрины, и то хорошо. В следующее воскресенье семья Куликовых отправилась в гости. Как и предполагал Владимир, девушка оказалась весьма ограниченной особой. Говорить с ней о живописи было бесполезно. Зато она хорошо знала, сколько сейчас стоит на рынке гречка, и почему не нужно покупать сахар летом. Ты что, не знаешь об этом? Искренне удивилась она. Сахарный песок нужно брать поздней осенью, когда его из свеклы перерабатывают. Его много, цена низкая. Самое главное – склад хороший найти, и пусть себе лежит до следующего лета. А вот тут можно получить солидную прибыль. Люди будут брать на заготовки для ягодных сиропов, варенье. А нам хороший бонус. Девушка ласково посмотрела на Владимира. Какой же ты смешной. Совсем не в мать с отцом. Он посидел в гостях еще немного, а затем сбежал, сказав, что нужно готовиться к семинару. Идя по улице, вдруг стал свидетелем неприятной сцены. Черный, как смоль-питбуль-терьер, яростно набрасывался на маленького беспомощного котенка. Хозяин псины только подзуживал собаку, натравливая на животное. «Прекратите! Не смейте этого делать!» Непонятно откуда взявшаяся девушка бесстрашно схватила громко мяукающий шерстяной комочек. «Катись дальше!» – рявкнул мажористого вида парень. «Смотри еще на тебя натравлю!» «Только попробуй!» – ступился за девушку Владимира. «Как бы самому плохо не стало!» Видя статного парня с развитой мускулатурой, владелец псины пробормотал угрозу сквозь зубы и поспешил уйти прочь. «Спасибо, что пришли на выручку!» – поблагодарила юная леди. Ее голос, похожий на звон малинового колокольчика, очаровал парня. Ему хотелось слышать ее каждую минуту. Он предложил проводить ее, сильно обрадовался, когда она согласилась. «Подождите, Варя, а куда мы идем?» – удивился Владимир. «Тут, кажется, общежитие находится». «Да, а это что-то меняет?» Сразу стала серьезной новая знакомая. «Абсолютно ничего, просто хотел уточнить адрес», – рассмеялся юноша. Они шли, непринужденно болтали, обсуждали красоту спасенного животного. С удивлением для себя Владимир понял, что у них очень много общего. Музыка и поэзия, живописи, графика. Слегка покраснев, Варвара призналась, что приехала из другого города. «Хочу получить хорошее вокальное образование, а в нашем городе сделать это совершенно невозможно. А я вот учусь на экономиста», – к сожалению, признал юноша. «Хотя хотел бы стать художником или дизайнером, на крайний случай архитектором. Но, видно, не судьба». Невзначай, рассматривая ее, парень отметил, что девушка одевается не броско, но со вкусом. И все вещи дешевыми явно не назовешь. Не мудрено, что они стали встречаться. Вместе ходили в кино, засиживаясь допоздна в кафешках, рассуждая о музыке и рассматривая прохожих. «Сынок, дорогой, где ты стал по вечерам пропадать?» Ворчливо поинтересовалась мать. «Раньше дома сидел, к занятиям готовился. А сейчас?» «Мама, у меня появилась хорошая знакомая. Мы отлично ладим, хорошо проводим вместе время». Зинаида Петровна задумалась. Оглядела сына с ног до головы. «Пригласи ее в гости на эти выходные. Хотим с отцом посмотреть на твою подружку. Правда, Василий?» «Да, да, конечно!» – буркнул тот, не отрываясь от футбольного матча, шедшего по спортивному каналу. В два часа дня Владимир привел Варвару в гости. Девушка не изменила своим традициям. Скромная длинная юбка, пиджак в тон, минимум макияжа, простой хвостик из волос на голове. Женщина встретила их в прихожей, сурово оглядела гостью с ног до головы и сразу решила, что такая простушка их Владимиру не пара. Сидя на кухне, она расспрашивала девушку, с каждой минутой убеждаясь в растущей неприязни. Отцу парню было решительно все равно. Шел матч по хоккею, пенное было под рукой, чипсы и соленая рыбка рядом. А что происходит в двух метрах от него было совершенно неважно. «А кто ваши родители, милочка?» – подчеркнуто вежливо интересовалась Зинаида Петровна. Чем занимаются? Самые обыкновенные люди. Работают в госорганизации, ничего особенного. Было видно, что подобные вопросы почему-то были Варе неприятны. Рядом с матерью Владимира она чувствовала себя неуютно, словно заранее была ей должна. В конце концов она засобиралась, юноша отправился ее провожать. А когда вернулся домой, у него состоялся серьезный разговор. «Знаешь, сын, мне совершенно не понравилась твоя знакомая. Какая-то серая мышь, которая ничего не понимает в нашем деле». «Согласен, она не коммерсант. Это ты верно подметила». «Думаю, что она тебе не пара. Не хочу видеть в своем доме такую сноху. Так и знай. Боюсь огорчить тебя, мамуля». Владимир набрался смелости и выпалил главную новость. «Мы с Варей уже подали заявление в ЗАГС. Через месяц свадьба. Приглашаю». У Зинаиды Петровны отвисла челюсть. Отец привстал с дивана, уронив кружку. «Чего?» – произнес он. «Повтори, я не расслышал. Варвара будет моей женой», – громко отчеканил сын. «Свадьба через месяц». Целую неделю после этого вечера в семье Куликовых шла настоящая война. Родители всеми силами пытались убедить непокорного отпрыска в том, что он поступает необдуманно. Но все было напрасно. Деваться было некуда. Муж и жена махнули рукой, стали готовиться к событию. Отмечать решили в престижном ресторане. Разрешили юноше пригласить своих гостей. Наступил волнующий день. Мать нарядилась так, словно сама выходила замуж. Она буквально сверкала, переливаясь золотым светом. Столько на ней было украшений. Столы ломились от угощений. Гости были шокированы показной роскошью. «Единственный сынуля. Первый раз женится. Все должно быть по высшему разряду», – пояснили господа Куликовых гостей. «Вот только свата где-то задерживаются». Наконец-то в дверях появились скромно одеты и мужчины, и женщины. Радостная Варя побежала к ним, представила собравшимся. «Мои родители. Немного задержались, но приехали». Зинаида Петровна и Василий рассматривали прибывших. «Что за ничеброды?» – выдавила женщина. «На свадьбу дочери могли бы и поприличнее одеться». «Вась, посмотри, какие бедные. Даже украшений золотых ни грамма нет». «Да, мать, согласен». Мужчина с удовольствием оглядел жену. «Зато ты у меня вся сверкаешь и искришься». После знакомства Зинаида Петровна принялась расспрашивать новую родню. «Чем занимаетесь, дорогие сваты? Как себе на хлеб зарабатываете?» Было видно, что женщина уже хорошо приняла на грудь и вела себя слишком раскованно. Причем все чаще высмеяла родителей девушки за простую одежду. Свадьба не стояла на месте. Звучали поздравления, разыгрывались конкурсы, гости дарили подарки. Настало время торжественных фотографий. И здесь мать новоиспеченного главы семейства словно прорвало. «Не стану с бедняками рядом стоять. Посмотрите на них. Даже на праздничные костюмы денег не хватило. Пусть вступают, оденутся прилично, потом приходят». Женщина добилась своего. Отец и мать Варя поспешили покинуть свадьбу. Им было очень стыдно. Но хуже всех было Владимиру. Такого от своей мамы он не ожидал. «Мы будем снимать квартиру. С вами жить не станем», категорично заявил родителям через пару дней после злополучного события. «Продукты-то есть на что покупать», – зло осведомила Зинаида Петровна. «Не переживай, мам, заработаем», – ответил сын, собирая в чемодан свои вещи. Прошло три месяца. Владимир и Варвара жили душа в душу. Как оказалось, молодой человек в тайне от всех развивал свой талант. Его работами заинтересовалась дизайнерская компания. Он стал работать удаленно. А через некоторое время все-таки бросил экономический факультет и поступил в художественную академию. Зато у старших Куликовых возникли серьезные проблемы. Несмотря на везение, они умудрились связаться с подставной фирмой, где им подсунули некачественные продукты. Попутно камеральная проверка налоговой инспекции выявила многочисленные нарушения введения документации. Вскрылось и то, что предприниматели платили зарплату ниже прожиточного минимума. Их деятельностью всерьез заинтересовались правоохранительные органы. Приехали полицейские, арестовали компьютеры и изъяли документацию. Над родителями нависла угроза уголовного преследования. Их вызвали на беседу в прокуратуру. Через доверенных лиц удалось выяснить, что с ними будет работать новый городской прокурор, прибывший по ротации из другой местности. «Может, и получится как-нибудь договориться?» – шептала госпожа Куликова мужу. «Старый ты неподкупный был». Они зашли и обомлели. В кресле сидел, изучая бумаги, отец Варвары. «Проходите, присаживайтесь, господа Куликовы. Будем выяснять, как вы допустили такие правонарушения». «Так мы же это, вроде как родня?» – пыталась напомнить Зинаида Петровна. «Это к делу не относится», – сухо отрезал прокурор. «Если нарушили закон, будете отвечать по всей строгости». Через час понурые супруги вышли из кабинета. На прощание мужчина напомнил свадьбу, сказав, что прекрасно помнит дорогой наряд родственниц. «Вот куда неучтенная прибыль уходила, да, Зинаида Петровна?» Уже дома женщина принялась отчаянно названивать сыну, умоляя встреч. Владимир нехотя согласился. «Ты все знал и ничего нам не сказал?» – принялась упрекать его мать. «Сама не хотела меня слушать», – резонно возразил сын. «А то, что вареных родителей перевели в наш город – это чистой воды совпадений. Сотрудников прокуратуры не спрашивают, где они желают служить. Их назначают на должность, вот и все». «Если у тебя есть хоть капля сочувствия, ежай к ним. Проси, чтобы нам смягчили наказание», – потребовала госпожа Куликова. «Я не буду этого делать. Папа и мама Варя – очень принципиальные люди. Они не пойдут на должностной подлог». Молодой мужчина промолчал, затем продолжил. «Ну и кроме того, они до сих пор во всех подробностях помнят мельчайшие детали нашей свадьбы. Надеюсь, ты понимаешь, мама, что это значит». Через несколько месяцев состоялся суд. К счастью для предпринимателей, их не отправили за решетку. Но сумма штрафов была столь велика, что бизнес Куликовых окончательно пошатнулся. Зато в семье Владимира и Варвары все было замечательно. Девушка выступила в нескольких престижных музыкальных конкурсах, получив звание лауреата. А Володя занимался творчеством, работая в нескольких международных проектах. Молодая семья готовилась к пополнению. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!